МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в последнем мастер-классе с вами из жакета делали жилетку. Я вам сказала, что, ребята, нужно сохранить рукавчики, потому что именно они послужат основой для варежек и шапочки. Нам еще понадобится, чтобы ручки не мерзли, продублированная крезелин-растежка и два кусочка трикотажа, схожих по цвету с полосочками и основной тканью. Первое, что нам необходимо сделать, отвести свою ручку. Точно здесь необходимо. Выводим 2-3 сантиметра. Эти 2 сантиметра, которые мы прибавляли, они у нас идут в шов и дадут припуски. Мы с вами разрезаем по шву рукава. У нас должно в готовом виде появиться кусок материала. Разрезаем. Мы должны с вами распланировать шапку. И уже с оставшейся ткани мы сделаем с вами варежки. Поступаем следующим образом. Обрезаем по прямой. Берем заготовочку. Из оставшегося кусочка мы будем делать с вами варежки. Соответственно, берем второй рукав и накладываем, чтобы было ровненько и одинаково. По итогу, у нас есть 2 заготовки для будущей шапки и есть заготовки и кусочки для наших замечательных варежек. Шапочку пока откладываем в будущее и приступаем к варежкам. Нам, получается, не хватает длины. Что мы сделаем? Из кусочка, который у нас остался, а как? Мы его надставим, и у нас получится более задолжительный кусок ткани. Ушки мы сделаем с вами следующим образом. Возьмем заготовленную черную ткань, трикотаж, на которой в произвольной форме рисуем треугольнички. Они должны быть гораздо больше, потому что в будущем вы по ним будете выполнять строчку в сантиметр. Таких у нас должно быть 4 штуки, и еще 4 мы сделаем из оставшихся кусочков полосатой ткани, чтобы это было стильно. Сделали мы с вами заготовки. Скалываем лицо с лицом. Три фиксирующие булавки. В центр и по бокам. Приступаем к заготовке ушек. Выполняем строчки с закрепочками. Сделали первую строчку, делаем вторую. У нас готова последняя четвертая ушка. Мы с вами снимаем булавки, и абсолютно каждое ушко обрезаем на 0,5 сантиметров. Видите, я свободно могу обрезать нитки, потому что я сделала закрепки. Надо обрезать уголочек для того, чтобы, когда вы будете выворачивать, у вас получилась более тонкая ушка. Выворачиваем ножничками аккуратно. Соответственно, проделываем все то же самое с остальными. Мы должны с вами найти место расположения ушек у наших будущих мышек. Насколько вы помните, мы еще ничего не стачивали, потому что мы должны в шов вставить ушки. Мы раскладываем и на глаз прикидываем, где должно быть их расположение. Вставляем наши прекрасные ушки. Ориентиром для нас будет служить шов. Видите, да? Если шва нету, ничего страшного, вы просто берете линейку, делите будущую варежку пополам, и от нее в равные стороны отступается 2-3 сантиметра черной стороной вниз, серой сюда. Потому что когда вы варежку наденете, у вас ушки встанут, чтобы у вас именно были серенькие они. Формируем вот такую вот складочку, закалываем булавочкой, укладываем от шва вот таким вот образом. Фиксируем. Складываем по аналогу второе прекрасное ушко. Из-за того, что у нас присутствуют 2-3 слоя, моя вам рекомендация. Берем строчку максимальной ширины. Строчка должна быть двойная, потому что по итогу у нас получится с вами заготовка именно куска ткани, из которого мы еще будем с вами вырезать лекаловарежки. Тянем за ниточки и делаем закрепку. Что у нас есть по итогу? Прекрасный разрез, который у нас будет располагаться сверху, и будущая мордочка мышки. Что мы делаем? Мы начинаем мылом или мелом это все дело отмечать. Приблизительное расположение вашей будущей варежки. Вот, собственно, наша будущая варежка. Начинаем вырезать. Я для большей уверенности советую вам все равно еще по контуру дать 0,5 сантиметров. После того, как мы сделали с вами две заготовки, мы делаем второй слой, который будет вам греть ручки. Мы его делаем из теплого синтепона, расстеганного, накалываем и вырезаем. В готовом виде внутри она будет вот такая поверхность, а снаружи такая. И нам, соответственно, нужен еще один слой, который бы покрыл ручку. Мы его сделаем с вами из черной ткани. Соответственно, вот это мы уже используем как лекало. После того, как мы с вами накроили много-много-много слоев варежек, мы начинаем все это дело соединять. А соединяем каким образом? У нас получается лицо, это будет с тыльной стороны, и подкладка внутри. Мы с вами соединяем отдельно, как будто бы одну варежку и вторую, которая будет внутри. Закалываем. Последняя булавка, соответственно, вам покажет. Будем строчку выполнять по черной ткани, где у нас должна заканчиваться строчка. После того, как мы сколим с вами все изделия, берем наше лекало и вырезаем по контуру, который вы сделали по руке. Мы в будущем именно по этой строчке будем с вами выполнять строчку. Не забываем, что у нас есть с вами линия, где будет. Отступаем два сантиметра. Обмеляем мылом или мелом. И на расстоянии сантиметра будем выполнять строчку. Мы сделали с вами заготовки, все скололи аккуратненько булавочками, сделали поликалу, линию наметили для строчки. Начинаем шить. Очень важный момент при обработке с пальцем, поэтому четко идите по линии, которую вы делали мелом. После того, как мы сами выполнили строчку, мы снимаем с вами фиксирующие булавки. У нас получились вот такие прекрасные четыре заготовочки. Две из них у нас будут подкладку, соответственно, две другие – это основная ткань. Прежде чем мы начнем их соединять, нам необходимо сделать декоративную отделку. Делаем мордочки, пуговички. У нас будут в будущем это глазки. И из кусочков, которые у нас остались, мы делаем заготовочку в виде усиков, которые будут расположены вот здесь. Наши зверюшки готовы. И мы теперь соединяем два слоя. Мы вывернули подкладку наизнанку, одеваем на руку и просовываем в нашу готовую варежку. Помните, да, что мы оставляли этот припуск? Отвернули подкладку, этот слой мы накладываем и фиксируем. Внутренняя часть варежки у нас цельная. Соответственно, что мы с вами проделываем? Мы не боимся и ровно пополам рассекаем. Подкладка на варежке сделана из такой ткани, которая имеет свойство не осыпаться. Поэтому мы смело разрезаем ее пополам до уровня, где у нас заканчивается шлица. И начинаем выкладывать пальчиками по изделию. Ну, я считаю, что вполне даже очень и можно приступать к ручной работе. Ручными стежками выполняем соединение только по верху. Дорогие друзья Трэнди Лав, сегодня в нашей программе Сельма и Петти. Прекрасные варежки готовы. Через клик Трэнди Лав. Спортивный шик, невинность и эйфория Олега Овсиева. В новой коллекции Биво Вокс. Кулово и Кулецкая. Любимая рубрика советов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова